всем привет это riderhelp.ru и вы смотрите первую версию видеоблога о красной поляне сегодня мы попробуем недорого поесть на курорте наш продюсер выдал нам полторы тысячи рублей и сказал ни в чем себе не отказывать но мы и не будем осознав бюджет телепередачи мы решили найти 5 мест где можно покушать на 300 рублей а вот отсюда нам к сожалению придется мы пытались узнать в инфоцентре где тут можно недорого покушать но нам ответили что для ответа на этот вопрос им нужно что-то согласовать ну поэтому будем искать сами где можно недорого покушать на розе на розе ну тут проблема то какая что я вегетарианец на самом деле уже довольно много лет и вот в разных на разных курортах бывал везде везде на самом деле в сочи проблема для вегетарианцев есть такая вот здесь я обычно использую магазин перекресток там есть буфет это как бы самый экономный способ способ покушать вот и там в принципе есть для себя там как вегетарианец что-то нашел то что можно покушать единственно там бывают иногда большие очереди а вот и магазин перекресток который находится за зданием ледового катка посмотрим что дают кафешка находится в магазине перекресток в правой его части такой маленький уютный закуточек и называется она наш хлеб насущный и так что же у нас сегодня в виде хлеба насущного к несколько видов курочки цыплята табака ножки крылышки курочка сыром вот картошечка запеченная обратите внимание на цены то есть где-то 30 рублей за 100 грамм 38 рублей за 100 грамм то есть там можно 300 грамм курочки взять на 100 рублей и еще картошечки по 17 рублей за 100 грамм вполне себе прилично и хорошо и так что у нас получилось на 300 рублей в хлебе насущном это курочка гриль запеченная картошечка 2 помидорчика и 2 огурчика малосольных рулетики сыр на чесночной начинкой из ветчины и два вида салата капустная и острая морковка и батон кстати мягкий конечно все едят по-разному но на мой взгляд вот этого объема за 300 рублей вполне хватит на двоих а вот мы совершенно случайно нашли новое маленькое место кофейне свои которые открыли свои полянские ребята и у них концепт клевые хот-доги в вафельном тесте большие венские вафли с мороженым и натуральными сиропами вон вы как раз видите диму из медовеевки который привез новый домашний сироп из груши дички которым они сейчас будут заправлять вафельки сейчас затестим вот эту вот здоровенную вафлю с мороженым и кленовым сиропом сейчас мы тут попробуем размазать мороженое по фэншую так-так-так-так-так-так можно и руками да вот это вафелька а на горе вельвет главное не перепутать ну и конечно же в красной поляне на роза хутор есть макдональдс святая святых пока можно я там не буду кушать будешь кушать ну давай мы уже туда ходим а вот мы уже в горке городе у меня за спиной трц горки город мол где много всяких кафешек но в них тоже надо разбираться а вот мы на третьем этаже горки город мола и у нас здесь лайфхак горки города детское кафе мультик которым есть всякие прикольные штучки блинчики сырнички супчики котлетки пюрешки ну и много вкусной домашней еды а еще мультик это одно из немногих мест где по правильному варят кофе в турочке на песке в джезве да правильно и так на 300 рублей у нас получилось вот это вот первое второе вместо компота кофе в турочке суп лапша котлетка с пюре блинчик с творогом и со сметаной и кофе а это шале поляна одна из самых заслуженных и старых столовых на курорте которая находится на развилке у газпрома давайте зайдем посмотрим что там есть здесь у нас компоты здесь у нас овощные салатики нарезки из рыбки классика столовского жанра гарнир гречка макароны пюре рис курочка разные виды котлеток овощей и конечно же достаточно большой выбор супчиков от 90 до 125 рублей и чуть-чуть сладенького у нас получается вот такая вот красивая котлета борщ борщ 2 хлеба овощной салатик компот и еще сверху такая вот маленькая сладкая вкусняшка а мы с вами приехали в еще одно прикольное место она называется краснополянский экспресс и находится в здании так называемой китайской стены что напротив медиа-центра в горке городе здесь продают всякие вкусняшки можно покушать внутри а можно взять с собой а еще вкусный кофеек и разные десертики попробуем и вот мы уже готовы потратить очередные 300 рублей но залипли в детском уголке где есть леонид леонид здравствуйте леонид завсегда то этого заведения и судя по тому какой он жирный кормят здесь хорошо леонид что вы нам порекомендуете леонид это краснополянское телевидение вы слышали что есть краснополянское телевидение она есть а скажите пожалуйста что мы можем у вас покушать на 300 рублей которая стоит 250 рублей на ваш выбор по-амеретински или по-аджарски и что-нибудь из напитков на выбор ставим компотик домашний сухофруктов либо чай ну что опыт не пропьешь мы опять не ошиблись хачапури оказался отличный самое главное не пожалели сыра ну и правильный наваристый компот друзья уже вечер а мы все еще продолжаем кушать и не можем остановиться и все это ради вас дорогие наши зрители и это у нас еще одно место в которое обязательно надо зарулить красной поляне называется но сувлачная сувлаки это традиционная греческая еда а красная поляна это ведь изначально греческий поселок вернее он им стал после окончания многолетней кавказской войны попробуем что же такое традиционный греческий сувлаки и в греческой сувлачной на 300 рублей у нас получился сувлак и фустран фустран это традиционный греческий омлет с зеленым луком сыром помидорками и вкусным соусом она оставшиеся 50 рублей к фастфуду конечно же мы возьмем кока-колу все-таки это фастфуд в красной поляне уже почти ночь и это последнее на сегодня место которое мы посетили она находится в логически правильном месте на втором этаже железнодорожной станции роза хутор и это классическая столовая ухажер конечно же здесь есть супчики котлетки пюрешки элитные гарниры виде гречки компотики салатики булочки и так далее а еще здесь есть технологичное решение скидочная депозитная карта например если вы здесь собрались кушать 5 или 10 дней подряд то вам сделают скидку в 5 или 10 процентов ну вот и подошел к концу этот очень насыщенный день мы уже не можем смотреть на еду но с чувством выполненного долга пьем последний на сегодня кофеек у нас получилось поесть на 300 рублей в семи местах потому что в сувлачке в поляне и в столовой на жидовокзале с нас принципиально отказались брать деньги все таки покушать относительно недорого в красной поляне реально это хорошо ну а мы будем искать следующую клевую и полезную тему для нашего видеоблога raider help точка ру и а и 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 Редактор субтитров А.Семкин